Клин лекарни занимается продажей автомобилей. То есть наш профиль это проверка и диагностика автомобилей с пробегом перед покупкой. Автомобиль продает собственник. Мы размещаем его от себя только если выполняются три главных условия. То есть первое, да, это продает автомобиль собственник, это гарантия юридической чистоты. Второе, автомобиль не участвовал в каких-то серьезных ДТП. И третий пункт, это владелец автомобиля готов заявить о всех недостатках, которые мы увидим. То есть нам незачем скрывать недостатки автомобиля, его продаем не мы. А далее будет видео с осмотром автомобиля. Так, сейчас профильным диагностическим оборудованием проверили автомобиль. Значит у нас подтверждается пробег, он на данном автомобиле 48300 на данный момент. Также посмотрели турбинку, потому что такая, ну очень немаловажный момент в этом автомобиле. По турбине тоже все хорошо, провели ряд тестов. Также, если есть недоверие, это все можно проверить у официального дилера. То есть вы, в принципе, имеете возможность подъехать с продавцом на этом автомобиле в дилерский салон и получить распечатку, подтверждающую пробег и историю обслуживания автомобиля. Поэтому, в принципе, все, что мы здесь проверяем, это можно запросто перепроверить. Поэтому сейчас тогда с компьютерной диагностикой у нас все. Теперь посмотрим автомобиль снаружи на предмет лакокрасочных каких-либо работ. Так, а теперь осмотр кузова автомобиля и замер лакокрасочного покрытия. Так, что там у нас? Капот в родной краске, да? Да. Переднее правое крыло тоже все в родной краске. Пачкается. Правая передняя дверь тоже все показания в норме, в родной краске. И тогда сразу, ну, давай дверь сначала. Задняя дверь тоже в родной окраске. А дверь открыть. И показать, что тут ничего не снималось. Петли не разбирались. То есть элемент не менял. Потому что такое тоже бывает. Герметики все заводские, да. Соответственно, здесь тоже самое смотрим. Аналогично болты не крутились. Герметики все родные. Петли не трогались. Да, маркировки стекол также проверяем. Все по дате производства автомобиля. Так, крыша у нас, что там, все в родной краске. Арка, заднее крыло. Тут что, как будто слой толще идет? 140, 160, 130. А, ну все. Ну, это просто налет грязи уже был. Ну, там видно, что ничего не красилось. Так, переходим на крышку багажника. Уголки не снимают. А? Это же уголки не снимают. Ну да, промерять стоит абсолютно все в элементе. Потому что локальные подкрасы тоже могут быть. В том числе даже у новых автомобилей. Ну, тут тоже все в допусках. В рамках допусков. Так, Миш, подожди, не торопись. Тогда тоже аналогичная здесь процедура. Болды. То есть болты у нас просто в идеальном состоянии. Видно, что они никогда не крутились. Герметик абсолютно ровный, заводской. Все отлично. Крылья также видно изнутри, что все заводское. Так, я смотрю внизу камеру. Все, двигаемся дальше. Левое заднее крыло. Говори какие-то. Ну, тоже. Да, все. Все пока в одной краске у нас получается. Заднее стекло так же 2012 года. Тоже 2012 год, 2012 год, 2012 год. Так, я тут пока отвлекался. Какая-то небольшая мятинка. Ну, такая даже не упали рукой. Так, здесь тоже самое. Сейчас посмотрим двери внутри. Так, крыло не крутилось. Вот сразу видно. Болты, петли так же не трогались. Герметики все родные. Все отлично. Тут аналогично. Ничего не крутилось, ничего не делалось. Смотрите, тут сразу видно, есть. Суды сварки. Суды сварки. А, да. Да, это вот все болты. Так. По-моему. Ой, стоп. Чуть не выключил телефон. Так. Да, все видно классно. Все в родной краске. Так, лобовое стекло. Что тут у нас? Демаркировки-то? Да? Так-так, капот уже. Ну, с этой стороны, да? Ну, да. Это на предмет, если мало ли, локальные подкрасы были. Потому что и был один автомобиль, кстати, у которого просто немножечко было подкрашено над фарой. А так все выделим в состоянии. Так, стекло еще родное, оригинальное, 2012 года. Так, вердикт. То есть, автомобиль весь в родной краске у нас. Никаких особых нареканий по кузову вообще нет. Да и не особых. Да, сейчас мы еще капот откроем. Так, весь в родной краске, я сказал. Стекла все родные. Сейчас посмотрим подкапотное пространство. Никаких запотеваний, никаких подтеков масляных не видно. Также ничего не трогалось, ничего не красилось. Заклепочки некоторые отсутствуют. Укрепление фар все нормально. А тут все отлично. Так, сейчас осмотрим уже с фонариком. Букерки все есть. Так, с фонариком сейчас осмотрим. У меня там, конечно, похлеще есть фонарик. Визуальный осмотр ничего тут криминального не показывает. Но, в принципе, диагностика турбины, как я уже говорил, все это проводилось. Никаких ошибок, никаких пропусков зажигания здесь по этому автомобилю нет. А тут все просто вот отлично. Ну и пробег, на самом деле. Также видно лонжероны живые. Тут очень хорошо просматривается все. Все отлично.